Перед нами большой план – карта областного центра с обозначенными на ней зелеными территориями. Главный архитектор города Николай Власюк демонстрирует те самые пространства, которые в ближайшее время должны завязаться в полноценную сеть, окружив районы комплексным благоустройством и зелеными насаждениями. В рамках стратегии пространственного развития в этом году разработана схема озелененных территорий общего пользования города для Московского района и для Ленинского района. Сейчас начинается общественное обсуждение на сайте горосполкома в течение месяца будут размещены материалы по схеме озеленения города. Поэтому просьба брещан принять активное участие в обсуждении. Мы готовы сделать презентацию. Если там мешает пандемия, мы сделаем ее онлайн с Институтом градостроительства. То есть это все возможно. Качество, комфорт, креатив. Сегодня это те три составляющие, на которых строится среда для гармоничной жизни человека. В вопросах озеленения за минувший год в городе было сделано немало. Высажены тысячи саженцев, кустарников и растений. Проведены компенсационные мероприятия в места, где это было необходимо. Посадили порядка 31 тысячи деревьев, 15 тысяч кустарников и порядка 26 тысяч сиенцев сосны. Проделали огромную работу. В основном это компенсационные мероприятия по компенсации зеленых растений, которые были снесены в этом году на землю города Бреста. Поэтому большую работу мы проделали. Сделали очень много, скажем так, объектов с озеленением. Это постановление газонов, устройство новых газонов. Тоже было у нас большое количество. С продлением набережной, а также благодаря комплексному подходу в организации зеленых зон, Брест сможет сформировать свою эколого-рекреационную стратегию, охватывающую все сферы досуга и отдыха человека. Параллельно с этой деятельностью в горосполкоме ведется процедура пересмотра транспортных маршрутов, чтобы сделать перемещение по городу максимально удобным и комфортным, с учетом недавно введенных в эксплуатацию инфраструктурных объектов. Мы сегодня объявили тендер на схему организации общественного транспорта. Пересмотреть маршрутизацию городского транспорта в городе, с учетом и нового западного обхода, с учетом новых улиц, новых районов и жизненной необходимости, где общественный транспорт более необходим и целесообразен.